Прощай, роуминг. С сегодняшнего дня в Европейском Союзе отменяют плату за внутренний роуминг. Нововведения касаются всех стран ЕС, включая пока и Великобританию, а также Норвегию и Исландию. Подробнее Татьяна Лагунова. Роуминга в Европейском Союзе больше нет. Что это означает на практике? Вот, например, у меня есть карта немецкого мобильного оператора. Теперь я могу поехать с ней в командировку во Францию и пользоваться телефоном по своему немецкому тарифу без дополнительных доплат. Это касается звонков, отправки смс-сообщений и пользования интернетом. На здании Еврокомиссии огромный плакат и надпись «Прощай, плата за роуминг» на английском, французском и голландском. Это событие в Европе уже назвали историческим. С сегодняшнего дня действует принцип «в роуминге как дома». То есть клиент мобильного оператора может пользоваться своим телефоном в других странах ЕС по тому же тарифу, что и дома. Жители Евросоюза, которым часто после поездок приходили внушительные счета за телефон, тоже довольны. Это отлично. Я в Бельгии уже две недели и тратил в среднем три фунта в день, чтобы пользоваться телефоном. Рад, что с сегодняшнего дня эту плату отменили. Очень хорошо, что плату за роуминг отменили. Теперь главное, чтобы хорошим нововведением не злоупотребляли. За этим будут следить мобильные операторы. Важно избежать ситуации, когда, например, житель Германии заключает более дешевый контракт во Франции, а потом постоянно пользуется картой дома. Поэтому мобильным провайдерам разрешили спустя четыре месяца после заключения проверять, действительно ли клиент живет во Франции или у себя дома в Германии, но при этом пользуется французской сим-картой. Хитрецов, которых поймают на горячем, будут штрафовать. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникиенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.